Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как в компании домостроительные технологии красят древесину. Для покраски древесины у нас оборудовано два цеха, в которых четыре покрасочных камеры. Наши системы покраски подразумевают два способа. Одна из них на станке, это машинным способом, а одна из них вручную. Вручную это очень условно, потому что используется покрасочная станция ГРАКа. Это краскопульт с безвоздушным распылением. У покраски на станке есть свои особенности. Это стандартные оттенки, то есть их определенное количество. Если хочется чего-то уникального и необычного, например, от стандартного цвета отойти на тон глубже, либо тон выше, то есть поиграться с цветами, здесь мы предлагаем ручной способ окрашивания, который не уступает станку в качестве. Это лишь вопрос того, что на станке можно покрасить быстрее, чем вручную. Но когда идет вопрос, вернее, в индивидуальном каком-то подборе схемы покраски или покрытия, когда не все покрытие подходит на станке, мы применяем ручной способ покраски. У нас есть схемы покраски как для наружных работ, так и для внутренних работ. Для наружных работ мы используем специальные фасадные атмосферостойкие лаки, укрывные краски, а также масла. Для внутренних работ у нас есть масла, лаки, укрывные краски, воск и лазурь, то есть целых 5 схем. Также есть 2 схемы покраски, которую делают наши мастера. Это патина и винтаж, то есть это наши собственные разработки, как и знаменитая зимняя сказка. Когда мы сделаем сначала брашировку, затем наносим слой покрытия, аккуратно убираем его шпателем, все это делает мастер вручную, затем наносим еще один слой и снова стираем верхний слой шпателем. Получается очень красиво. Кроме покраски планкена, вагонки, имитации бруса, мы также красим доску пола, паркет, инженерную доску, используя полиуретановые лаки и масла от компании Сайкос. Также мы можем покрасить для вас столешницу или подоконник, или элементы мебели, либо лестницы специальными полиуретановыми эмалями, либо лаками. В покраске древесины самое важное, это ее предварительная обработка. Услуги по предварительной обработке есть разные. То есть первоначальная и, пожалуй, это самое важное, это шлифовка. Предварительная шлифовка, которую мы осуществляем на шлифовально-калибровальном станке Beaver, в котором две ленты, то есть досочка проходит через не одну, а через две ленты. Получается, как будто бы, если бы делали руками, это было бы как две шлифовки. Далее мы обязательно делаем заделку естественных пороков, согласовывая это с заказчиком, на низких сортах. То есть специальной термошпатлевкой мы заклеиваем различные выбоинки, трещинки и так далее. То есть мы завышаем сортность древесины и получается, например, вы приобретаете сорт С, на выходе у вас практически сорт АБ. Далее у нас есть прекрасная услуга, это термирование дерева. То есть мы можем до того, как покрасить древесину, мы можем ее уже термировать, отшлифовать и заделать естественные пороки, если это низкий сорт, что будет очень красиво. Также, друзья, в предварительную обработку древесины может быть включена обработка огнебиозащитой. Причем огнебиозащита, которая имеет сертификат. Вы на нее можете наносить, мы, вернее, можем нанести и масла, и краску, и, например, лаки. То есть даже рисирующие покрытия прекрасно дружат с этой огнебиозащитой. Немногие из вас знают, что светлые оттенки могут сильно испортить желтые пятна, которые проявляются в районе сучка на укрывных красках в светлых тонах. Это происходит от того, что смола содержит в себе живичный скипидар, который, вступая в реакцию с пигментом, начинает желтить. В нашем цехе мы оказываем услугу обработка специальным составом блокиратором желтизны. То есть мы ее наносим в виде грунта под краску, и впоследствии эти пятна не проявляются. Многие из вас слышали, но не все видели, что такое искусственное состаривание древесины. На самом деле некоторые думают, что брашировка это и есть искусственное состаривание древесины. Но на самом деле брашировку подчеркивает и превращает в действительно такой шедевр эта покраска. То есть и правильное использование, и сочетание масел, красок, специального лака превращает брашированную древесину вот в такие вот красивые вещи. Почему лучше заказать покраску профессиональную в цехе, чем красить самим? Давайте представим себе, что такое 100 квадратных метров той же имитации бруса, разложенной по вашему дому. То есть вопрос, вот в нашем цехе есть вот такие стеллажи, их вот здесь очень много. То есть и на них, посмотрите, какое количество досочек в каждом ряду. То есть давайте представим себе, как сделать что-то подобное, сложить даже просто вот после первого слоя, чтобы высушить в условиях дома, ну это практически невозможно. Далее, шлифовка. Вот как я до этого говорил, да, на станке мы делаем шлифовку двумя лентами. Это получается, как, допустим, человек вручную сделает две шлифовки. Но лента работает вот так, и через нее проходит доска. А эксцентрик вручную, он проходит вот так. И у человека может с разным нажатием использовать этот инструмент, что может оставить риски на древесине. И после того, как вы покрасите, особенно лессирующими составами, все эти рисочки проявятся, то есть их будет видно. На самом деле, шлифовку кругами мы ни в коем случае не умоляем, но ее может качественно сделать только профессионал, тот, кто уже набил руку. Если это взять человеку первый раз, то результат будет очень печальным. Продолжая этот разговор, можно сказать о том, что очень сложно нанести краску красиво кистью. То есть кистью наносишь, в любом случае остаются разводы. Работая с профессиональными аппаратами безвоздушного распыления, никаких разводов быть просто не может. Также мы можем утверждать, что толщина пленки при покраске кистью и при покраске краскопультом будет абсолютно разная. То есть, опять же, при покраске кистью человеческий фактор. Когда человек вводит кистью, он осуществляет разное нажатие. И где-то краски втирает больше, где-то меньше. Соблюсти заявленную производителем толщину микрон возможно только с помощью профессионального инструмента. Друзья, обращайтесь к нам. Ссылка на наш сайт в описании к этому ролику. И всего вам доброго.